Сегодня, как никогда, актуален апсайклинг. Это переделка старых вещей в новые. Можно переделать их полностью, можно добавить что-то свое и получится оригинальная вещь. Берем, например, старую шубу, делаем из нее новую для себя. Конечно, здесь требуются определенные навыки, но если очень хочется, то можно постараться. Можно взять две старые рубашки, сделать одну модную, стильную, которая не останется незамеченной. Сегодня перед вами мужской пиджак. Он свободный, в стиле оверсайз. Я обычно беру 46-48. Мой размер женский 42-й. Как известно, у нас сейчас в моде маскулиной стандеме с женственностью, поэтому сегодня я покажу, как сделать талию. Вот данный пиджак, он имеет большие плечи, соответственно, вверх будет маскулиной, а центральная часть, область талии у нас будет женственная. Ну, чтобы не использовать пояса, ремни, которые уже многим надоели, можно взять четыре вот такие вот пуговицы. Диаметр примерно полтора-два сантиметра. Берем, отмеряем общую длину. У меня она где-то 70-74 сантиметра. Порядка вот 36,5. Вот здесь мы будем делать талию. Делается очень просто, буквально за 10-15 минут. Вы удивитесь, как можно обычными вещами, теми же пуговицами, нитками самим скорректировать ту или иную вещь. Главное, чтобы пиджак был не слишком плотным. Будем делать складку. Эта складка, чтобы не получилась достаточно грубой, должна все-таки быть соответствующая ткань. Итак, что у меня получилось? По центру я пришила две пуговицы, а по бокам эти пуговицы пришиты вот с таким вот нахлестом. То есть это у нас складка. За счет этой складки талия автоматически уменьшается. Можно сделать ее больше, поменьше. И в чем еще момент? Вы можете эти пуговицы отрезать, если захотите, и использовать данный пиджак как оверсайз. Но если вы вот эти пуговицы сделаете функциональными, то есть сможете перемещать за счет прорези, тогда данный пиджак будет только в одном варианте, в таком приталенном. Вот такой простой способ позволяет вам сочетать в одной вещи два стилевых направления. Это маскулиность и женственность. Вот так пиджак выглядит спереди. Если раньше область талии была шире, то сейчас она сузилась. Если у вас очень тонкая талия, то складку сзади делайте шире. Есть ли иные простые и доступные способы, как уменьшить талию пиджака? Можно просто перешить пуговицу вправо или влево. Неважно, однобортный у вас пиджак или двубортный. Он может быть с разрезами по бокам. Смотрится очень интересно, как будто так и задумано. У вас получается некая асимметричность и при этом обозначена талия. Можно продеть веревочку, если есть время шить изнутри. Продели ту самую веревочку подходящего цвета и у вас уже регулируется талия. Если удлиненный или свободный пиджак до середины бедра, можно использовать платки. Шелковые платки сделали прорезь в передней части пиджака и продели платок вместо пояса. Главное, чтобы длина платка была соответствующей. Более сложные вариации можно делать, если у вас есть подходящая ткань или пиджак, например, уже с поясом, но вы хотите что-то видоизменить, просто берете и пришиваете элементы этого пояса сзади. Таким образом вы сможете регулировать больше или меньше. Есть специальные, так называемые, кольца. Они есть и круглые, и квадратные кольца. За счет них тоже можно регулировать. Ну и совсем уже такие сложные дизайнерские решения, когда несколько тоненьких полосок таких веревочек в области спины. Здесь нужно, конечно же, посидеть какое-то время, подумать, как это сделать, если у вас только один пиджак, а вот эти самые веревочки должны быть того же цвета. В данном случае найти подходящий цвет бывает сложно, поэтому можно экспериментировать с более-менее приближенным цветом. Для того, чтобы всегда быть в тренде, необязательно бежать в магазины и покупать дорогие вещи. Достаточно заглянуть в свой шкаф и посмотреть, а нет ли чего там для переделок. Проявить немного фантазии, и у вас уже новая вещь. Продолжение следует...